Когда-то давно мне уже писали про него в комментариях, типа, сними на него обзор. Вот, и, собственно говоря, я снимаю на него обзор. Правда, уже достаточно поздно, он уже вышел достаточно давно, уже, по-моему, около года назад. Честно говоря, я даже не помню. По-моему, был представлен на HUKA Club Show этот кальян. Это HUB серия Cyber, вот, которая называется моя модель S, а нет, B30 моя называется. Есть еще S30, G30 и еще какая-то одна, я уже не помню, если честно. Их есть, в общем, четыре цвета. Что такое цвета? Это шланг будет, уплотнители, блюдца и вот здесь вот донышко колбушки. Я не знаю, я чуть позже подниму, покажу его. Вот, приходит он вот в такой вот замечательной коробушке. Вот такой, вот так вот, HUB Cyber, выглядит именно так, да. Именно там помещается абсолютно весь кальян. Что еще хочется сказать о HUB? Я уже давно снимал на Субатом обзор, они его видели, они говорят, что они его смотрели. Я им написал, они такие, да, давай, что нет, пришлем тебе. Я попросил у них два кальяна, следующий вы увидите, получается, через пару дней в следующем обзоре. Вот это тоже от них. То есть, теперь это тот колпак, в который я безумно сильно влюблен. Я не знаю, почему, он очень быстро прогревает чашки. То есть, типа, пять минут, и все дымит, как поровоз. При том, что мои черные колпаки чуть дольше с этим делом справляются. Почему так, я не понимаю. Вот. Еще по поводу HUB. Я когда смотрел, они, типа, ну, мы тебе там ништяков накидали. И там было написано, поясная сумка. Поясная сумка. То есть, чтобы вы понимали, это полноценный рюкзак. Это светоотражающая сумка, которая стоит много денег. Вот. Спасибо ребятам огромное. Типа, тоже стала одной из основных сумок. С ней гоняю на работу. Если куда-то иду, и мне нужно будет что-то кинуть в сумку, я обязательно беру эту сумку. Но теперь пришло время отложить ее немножечко в сторону. И поговорить уже касаемо вот этого кальяна. Вот здесь сейчас, пока греется чашечка, вы будете наблюдать, как этот кальянчик выглядит вблизи. У него диффузор, внутренний диаметр, по-моему, 12 или 13 миллиметров. При этом у него очень плотная тяга. И сейчас я вам там внизу показываю главную фишку, о которой почему-то не сказал ни один блогер. Этот и без того микроскопический кальян можно сделать еще меньше. Вот эта вот синяя вставочка, она выкручивается. И вот в эту металлическую вкручивается коннектор. Это уже круто. Типа этот кальян реально можно сделать еще меньше. Пушка, мне нравится. Сразу же перейдем вот к этому. Как я уже говорил, мне такие мундштуки не особо нравятся. Здесь у нас такая штучка, как типа загубника специального, чтобы, видимо, хорошо держались персоналки, чтобы хорошо держались обычные мундштуки. Да, крутая идея. И в принципе, как бы этот кальян позиционируется, как типа вот взять с собой или домашний маленький такой мини-вариантик, достаточно компактненький. И в целом, как бы под такую концепцию вот этого всего дела, да, хорошо, этот мундштук пойдет. Но, ставим но, мое предпочтение, это более такие увесистые большие мундштуки. Опять же, шутки про половые органы принимаются в комментариях. Можно, прям с тайм-кодом. Можно, разрешаю. Кальян выполнен у нас из нержавеющей стали. Вот эта часть, я не помню, по-моему, вот это алюминий, алюминий анодированный. На блюдце у нас тоже идет анодирование, но я так понимаю, что как раз-таки блюдце, это у нас нержавейка. И внизу, блин, давайте попробую поднять. Если вы видите, то днище тут тоже вот здесь вот на колбе, оно синее. Уплотнители также в цвет, шланг комплектный, все было в цвет. Чашка у нас, сейчас я тоже покажу, тоже подобрал в цвет. Походу, борщнул я с прогревом. Смотрите, еще одна фишечка. Можно вот так вот снять верхушку. И это у нас теперь уже ветрозащита. То есть, если вы курите на улице, то, соответственно, вы прогрели чашку с колпаком, затем сняли верхушку, у вас чашка не перегревается, но при этом защищена от ветра. Приблуда такая стоит, по-моему, вот этот колпак, по-моему, 1900, есть золотой 2900. Ну вот, чашечка у нас сакраменто. В чашечке у нас забита бруска, малина с клубникой. Вот так вот я их 50 на 50 забил, и все очень клево. Да, с прогревчиком я, по-моему, на четырех углях перестарался. Немножечко уже там шипит-коптит. Но кальян курица. Сразу перейдем к его самому главному плюсу. Здесь есть диффузор, который я не очень люблю. Здесь широкая шахта, внутренний диаметр. Это, опять же, по-моему, 13 или 12 миллиметров. Я бы на маленьком кальяне предпочел гораздо более меньший диаметр. То есть там 11-10 было бы прям супер. Но! Давайте уясним одно но. Он тянется, как будто бы это классика, но при этом тихо. Как они это сделали, я не понимаю. В чем прикол этих названий? С-30, Б-30, Г-30. Типа это стиль киберпанк. Типа в будущем не будет имен, будет буква, цифра, обозначение. Типа у меня Б-30. То есть типа 30 сантиметров это высота кальяна. Б-блю, голубой. Вот, пожалуйста, тебе классно, круто, смотри, радуйся. На основании у нас напилены какие-то элементы около сайберпанка. Вы видели их в приближенном рассмотрении. Диффузор скручивается, кстати говоря. Что не супер положительно влияет на его тягу. Мне кажется, что как раз таки диффузор справляется с тем, чтобы делать тягу немножко плотнее. Потому как дырочки очень маленькие в диффузоре. И сам он такой приплюснутый. Ну, вы видели в приближенном рассмотрении. Плюс на этой колбе практически нереально покурить его без диффузора. Даже с диффузором я иногда его переливаю. Это самая главная проблема. Если ты привык продуть и резко втянуть в себя, ты зальешь нахрен шланг. В принципе, как и в любом кальяне. Но здесь это присутствует практически постоянно. Я до сих пор играю с уровнем воды. Не могу его для себя угадать. Но в том уровне, вот типа вот так, мне вот все. Вот сегодня я попал. Сегодня прям хорошо. Как он в полевых условиях? Скажу так, то что достаточно не очень. В том плане, что он прям, он дико тяжелый. То есть, типа вот взять его. У него основание реально очень увесистое. Он весит вот сейчас вот так вот в сборе. Ну, прям так уверенно хорошо он весит. Несмотря даже на то, что он компактный. Стоит это чудо в районе, по-моему, 13 тысяч рублей. И здесь у меня нет абсолютно никаких претензий к нему по цене. Потому что, опять же, это выполнено очень качественно. Очень сбито. Приезжает все одним комплектом. В одной коробке. В коробке транспортировать его смысла не вижу. Потому что он реально вот вместе с колбой помещается в рюкзак. И зачем транспортировать в коробке? Не знаю. Это не претензия в сторону Хуба. Это претензия в сторону людей. Которые говорят, блин, а что в коробку бы его-то не сложить? Ну вот потому что лучше не складывать. Потому что лучше вот так. Небольшая пометка по цветам кальяна. Вот эта вот цветная штука. Она может у вас облезть. Если вы туда захреначите апельсиновый сок. Или еще что-то, что имеет какую-то небольшую кислотность. Этот цвет у вас повываливается. Это, видимо, какое-то напыление на стекло. Которое лучше всего использовать только с водой. Как я и говорил. То, что я люблю кальян исключительно на воде. И если вам нравится фирма Хуб. Хукаюк. Там есть Апекс. Там есть Минник. Там есть Гоон. Гоон Голд, по-моему, есть. Так что вот можете смело переходить в ссылочки в закрепленном комментарии. Ознакомиться с ассортиментом. И, соответственно, сказать то, что вы от меня. И получить небольшую скидочку на эти кальяны. Кальян я все-таки рекомендую к покупке. У него очень хорошая, крутая тяга. Хубам огромный респект за такой подгон. Следующее видео будет тоже про их кальян. Достаточно необычным. Его младшая версия была у меня уже на обзоре. А в следующем видео мы посмотрим на старшую. Ссылочки на Телеграм, на Инстаграм. Есть в описании. Там очень классно. Рекомендую перейти. Также ссылочка есть на Бруска. Ознакомьтесь с их ассортиментом. Там сейчас готовится новый дроп. Мне едут баночки по 250. Так что тоже рекомендую тебе перейти и посмотреть. Хубам еще раз респект. Хукаюгу тоже. Всем остальным тоже. Все классные. Все круто. Тут подсказки. Тут всякое повлезает. И как всегда по нашей старой доброй сложившейся мы с тобой увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.